С вами вторая часть видео Мании Уикли, еженедельной передачи сайта Игромания.ру. В прошлой части мы рассказали о свежих анонсах и последних событиях. Сегодня вас ждет обзор всего интересного, что произошло за последнюю неделю, лучшие игровые трейлеры и новости игрового кино, а также главная тема выпуска — мультиплеер Mass Effect 3. Обо всем этом в ближайшие минуты. Слухи о появлении в третьей части Mass Effect многопользовательского режима ходили на протяжении многих месяцев. Но представители BioWare не торопились их подтверждать или опровергать. Конец домыслам положил выход очередного номера австралийского журнала PC Power Play, на обложке которого красовался анонс мультиплеера Mass Effect 3. Разумеется, канадская студия тут же официально подтвердила эту информацию и рассказала о новом игровом режиме. Как оказалось, речь идет о кооперативе, рассчитанном на четырех человек, разработкой которого занималось отдельное подразделение BioWare. Последнее должно обнадежить всех поклонников, опасавшихся, что добавление мультиплеера негативно скажется на сюжетной кампании. Основной команде разработчиков не пришлось распылять свои силы. В кооперативных миссиях игрокам предстоит освобождать территории, захваченные Жнецами, их приспешниками и оперативниками организации Цербер. Сами разработчики сравнивают мультиплеер Mass Effect 3 с режимом Horde из Gears of War 3, в котором героям приходится отражать натиск волн врагов. Причем во время миссий придется не только истреблять противников, но и выполнять всевозможные побочные задания. Перенести в многопользовательский режим самого командора Шепарда не получится. Зато для своего персонажа мы сможем выбрать не только класс, но и расу. Кроме людей уже заявлены Осари, Турианцы, Кроганы, Соларианцы и Дреллы. Успехи в сетевых баталиях помогут повысить шансы командора Шепарда на победу над Жнецами. Специально для этого разработчики готовят систему, которую окрестили Galaxy at War. Она будет отслеживать готовность галактики к отражению нашествия. Например, количество флотов и войск, способных выступить на стороне Шепарда. Победы в многопользовательском режиме позволят повысить боеспособность галактических сил и таким образом повлияют на сюжетную кампанию. Впрочем, разумеется, игру можно будет пройти и не отвлекаясь на мультиплеер. В свою очередь, внутриигровую валюту War Assets, заработанную во время однопользовательской кампании, можно будет потратить на покупку нового оружия или предметов для многопользовательского режима. Звучит все это вроде бы неплохо, но остается вопрос. Действительно ли Mass Effect нуждается в многопользовательском режиме? У представителей BioWare готов на него простой ответ. Они уверяют, что уже давно мечтали добавить в сериал мультиплеер и просто ждали подходящего момента, который, наконец, настал. Но ведь на первом месте в Mass Effect всегда стояли диалоги, характеры персонажей и, конечно, эпическая история, развитие которой зависело от поступков и решений игрока. С высочайшей долей уверенности можно утверждать, что всему этому места в кооперативе не найдется. И это, разумеется, заставляет усомниться, будет ли он хотя бы в половину так же интересен, как однопользовательская кампания. В общем, желание разработчиков добавить в Mass Effect 3 мультиплеер пока что вызывает изрядную долю скепсиса. Новый режим попросту кажется пятым колесом, но все же не будем раньше времени ставить на нем крест. В конце концов, сюжет и повествование играют ключевую роль и в сериалах Assassin's Creed и Uncharted, которые тоже поначалу ассоциировались у нас исключительно с однопользовательским режимом. Но в итоге Ubisoft и Naughty Dog сумели органично вписать в свои игры и мультиплеер. Остается только надеяться, что это удастся и BioWare. А теперь к другим, не менее интересным событиям, произошедшим в мире видеоигр и не только. В профилях сразу нескольких сотрудников Microsoft в социальной сети LinkedIn появилась информация, что они работают над приставкой нового поколения. В частности, резюме Джеффа Фолкнера утверждает, что с января нынешнего года он в качестве креативного директора работает над Xbox нового поколения. Генеральный директор GSC Game World Сергей Григорович объявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2, скорее всего, потребует постоянного подключения к интернету. Часть контента будет храниться на серверах и загружаться по ходу игры. Таким образом, украинские разработчики надеются защитить второй S.T.A.L.K.E.R. от пиратов. Глен Скофилд, глава компании Sledgehammer Games, отвечающий за сервис Call of Duty Elite, не видит в Battlefield 3 прямого конкурента Modern Warfare 3. По словам Скофилда, если разработчики на какую игру и оглядываются, то это Modern Warfare 2, и именно её они стремятся превзойти. ДАВИД ГЕЙДЕР Ведущий сценарист Dragon Age Дэвид Гейдер работает над новым романом в серии комиксов по мотивам сериала. Первый получил название «Асандер», то есть разделение, а её главным героем станет юный чародей Рин, несправедливо обвинённый в убийстве храмовника. Ключевую роль в сюжете романа сыграют знакомые нам по Dragon Age Origins голем Шейла и волшебница Вин, которая приходится Рину, матерью. В продажу книга поступит 20 декабря. В феврале же стартует серия комиксов, которая расскажет о совместных приключениях Изабеллы, Варрика и короля Алистера, а также позволит нам больше узнать о драконах Тедоса. Комикс будет выходить в цифровом формате и распространяться через онлайновый магазин издательства Duck Horse. Глава отдела разработок Sony Computer Entertainment Йошио Моцумото пообещал, что владельцы PS Vita, которые в своё время покупали на UMD дисках игры для PSP, смогут повторно приобрести их для новой консоли через цифровые сервисы с большой скидкой. Гейб Ньюэлл считает, что в будущем Apple представит устройство, которое полностью заменит собой игровые приставки. Глава Valve ждёт от Купертинской корпорации своеобразный многофункциональный развлекательный центр для дома, который сможет удовлетворить все нужды пользователей. Впрочем, Ньюэлл отметил, что ничего не знает о перспективных разработках Apple. И лишь пытается спрогнозировать будущее рынка, основываясь на собственных ощущениях. В официальном блоге Bethesda появилось сообщение, что одному из дизайнеров The Elder Scrolls V Skyrim, Джеффу Брауну, удалось пройти игру всего за 2 часа 16 минут. Впечатляющий результат, особенно если учитывать, что на полное исследование мира и выполнение всех квестов по заверениям разработчиков может уйти до 300 часов. Blizzard выставила на аукцион серверы, которые поддерживали World of Warcraft в первые месяцы существования игры. С молотка пойдут около двух тысяч устройств, а все вырученные средства Blizzard передаст медицинскому центру имени Святого Иуды, который специализируется на лечении тяжелых детских заболеваний. Врач-невролог Сьюзан Гринфилд, прежде возглавлявшая Британский Королевский Институт, утверждает, что чрезмерное увлечение видеоиграми может привести детей к слабоумию. По словам Гринфилд, долгое сидение перед компьютером способно вызвать физиологические изменения в мозге подростка, которые приведут к проблемам с концентрацией внимания и поведением. Врач рекомендует чаще отрываться от экранов мониторов и больше времени проводить на свежем воздухе. Что ж, совет вполне здравый. Все, в том числе и игры, хорошо в меру. Продюсер Uncharted 3 Джастин Ричмонд заявил, что Naughty Dog не планирует выпускать DLC для одиночной кампании игры. По словам Джастина, всякий раз, когда разработчики задумываются о небольшом скачиваемом дополнении, у них появляется столько новых идей, что хватило бы на целую игру. За неделю выходит масса трейлеров и дневников разработчиков. Мы отбираем самые лучшие, чтобы вы знали, что стоит посмотреть на этой неделе. Айо Интерактив представила 15-минутное видео игрового процесса Hitman Absolution. По сравнению с предыдущими частями, игра явно прибавила в динамичности и размахи. Но, кажется, уникальный стиль и атмосфера сериала от этого нисколько не пострадали. Стоит отметить, что у Агента 47 появится своеобразный визор, позволяющий ему видеть сквозь предметы и ориентироваться в сложных ситуациях. Новый трейлер Battlefield 3 во всей красе демонстрирует модель разрушения, использующуюся в игре. Обрушение небоскребов и памятников архитектуры, разлетающиеся во все стороны обломки стен и взрывы боевой техники, смотрятся впечатляюще и заставляют считать дни до выхода игры, благо ждать уже осталось недолго. Очередной трейлер Syndicate очевидно призван продемонстрировать, что студия Starbreeze помнит и любит оригинальную игру. И та, несмотря на смену жанра, остается верна традициям сериала. Такой подход, безусловно, внушает оптимизм. Остается надеяться, что слова разработчиков не разойдутся с делом. Близится выход многопользовательской ролевой игры Star Wars The Old Republic. А в далекой галактике тем временем назревает очередной глобальный конфликт между Старой Республикой и Империей Ситхов. О его предпосылках рассказывает новый трейлер, озаглавленный Science of War, то есть знамение войны. Во время съемок фильма Resident Evil Retribution случился неприятный инцидент. Обвалилась платформа, на которой находились 16 актеров. Приехавшие по вызову врачи скорой помощи признались, что им еще не приходилось работать в таких условиях. Актеры были в гриме зомби, который мешал понять, какие раны настоящие. К счастью, серьезно никто не пострадал. Смотрите в третьей части видео Майни Уикли. Во что поиграть на этой неделе? Чего ждать на следующей и во что играет весь мир? Вас ждут обзоры новых релизов и топы продаж. Оставайтесь с нами. КОНЕЦ